Всем привет! Я представляю наших следующих гостей. Это Оксана Белоусова из Санкт-Петербурга и Оля Кубасова из Анапы. Вы у нас CPE-выпускницы, выше вас только звёзды, и поэтому мы сегодня будем говорить про то, как вы к этим звёздам, через какие тернии, пробрались. Давайте начнём немножко с того, как вообще английский в вашей жизни появился, и как вы пришли к идее, что вам нужен был курс подготовки к CPE. Прямо с самого-самого начала, как английский, наверное, как у многих. Школа, университет, Ильяс, преподавание, курсы. На самом деле как-то удивительно всё сложилось, наверное, всё действительно приходит вовремя, и для меня это было спонтанное решение. Я на группу подписана была несколько лет, но, если честно, как-то вот именно в прошлом году всё сложилось, что я обратила внимание на то вообще, о чём это, и что можно, собственно, как можно это в свою жизнь внести. Несколько факторов, что привело, тут и жизненных, и в плане языка. Я много лет работала, но для, собственно, почувствовала, что уже для развития языка я вообще ничего не делаю. Хотелось повысить свой уровень. Конечно, было страшно, что CPE это совсем высоко, наверное, я на это не способна. Но получилось, что получилось. Оля, как у вас получилось? Ну, у меня тоже английский с детства, но не с первого класса у меня, наверное, с третьего класса он пришёл в мою жизнь. В школе у нас, как у многих, наверное, не очень был хороший язык, но у меня в городе, я из Майкопа, появился языковой центр, и родители решили меня туда отдать. Насколько потом мама призналась, это была её какая-то детская мечта выучить английский, а её заставили в школе учить испанский в своё время. А ей очень хотелось английский. Да, ей очень хотелось английский, и вот они меня отдали в этот языковой центр, но я об этом не знала. Я об этом узнала только, когда уже сама стала преподавать. Вот как она всё замышлялась. Ну, на самом деле, да, то есть, может быть, как-то генетически так передалось, хотя у меня оба родителя закончили радиотехнический, и они никогда лингвистами не были, вот. Но мне нравилось, мне очень нравилось в этом центре, мне понравилось, я впервые узнала, что есть, оказывается, красивые англоязычные издания, и что красивые картинки, как журналы, мне очень нравилось учиться, вот. Оля, но вы ведь в МГУ учились, в МГУ закончили? Да, я закончила филфак МГУ, я по специальности преподаватель английского и зарубежной литературы. Ну вот, с литературой как-то у меня более холодные отношения, а с английским гораздо лучше. Как вы вспоминаете ваши годы в МГУ? Мне очень нравилось. У меня, наверное, такой imposter syndrome, как у многих. Я первое время не верила, что я туда поступила, я училась на бюджете, вот. Но я очень с теплом вспоминаю это время, потому что, ну, такое было фундаментальное, очень глубокое образование, у нас была философия, и cultural studies, и искусство, и мы очень много вот именно, ну, на такую глубину изучали очень много разных предметов, широко. Вот именно из чего складывается филология, то есть не только про язык. И я очень благодарна тем временам, тому времени. Ну вот, я закончила вуз, у меня был, может быть, уровень B2. Я знала уже на тот момент про CPI, и я думала, что я когда-нибудь его сдам. И мне казалось, я не знала как, я не знала, что для этого надо делать. Вот. Ну и уже много позже у меня пришла именно не сама идея сдать, а вот это осознание и какая-то цель. Потому что одно дело просто думать, что я когда-нибудь сдам, а другое дело уже целенаправленно идти и готовиться. Угу. Как пришло, вот Оксана уже упомянула, да, что к ней пришло это осознание. Как к вам пришло осознание, что пора на курс? Это у меня третья попытка подготовки к CPI. Ага, расскажите про две предыдущие. Да, и я очень благодарна, что она, ну, вот гештальт закрыт, да, и я прошла через сам экзамен. У меня было, как пришло, ну, наверное, после вуза я пошла преподавать, и я очень мало чего-то делала для своего языка. Мне кажется, очень у многих такая ситуация. И у меня в какой-то момент сложилось впечатление, что я декордирую в языке. Что я вообще ничего не делаю, я не развиваюсь, и я не знаю, какой у меня уровень. То есть мне сложно оценить саму себя. Оксана, вы киваете похожие? Да, абсолютно похожие, похожие чувства, когда не понимаешь свой реальный уровень, и ты понимаешь, что ты ничего не делаешь, и не движешься вперед, соответственно, ты двигаешься назад. Ты просто начинаешь терять. Оксана, и про две, Оля, и про две попытки. Про две попытки, да, но при этом планка-то высокая у нас, у преподавателей английского всегда была и остается. И это было где-то, может быть, два-три года назад. В то время ко мне пришло ELT Community. Я узнала, что есть много классных преподавателей английского, что они работают над своим языком, над методикой. И я начала делать, ну, просто какие-то шаги в сторону английского в целом. Это был еще не экзаменационный курс. Это был такой вот прям haphazard, что называется. И в какой-то момент я поняла, что мне нужна уже четкая цель, чтобы... Ну, я хотела измерить свой уровень языка, понять вообще, где я нахожусь реально и куда дальше двигаться от этого. И я сначала занималась в паре с девочкой и с преподавателем. Какое-то время прошло, мне не хватало более широкого общения. Вот мне не хватало именно группы. Я в то время не понимала, это я поняла уже на курсе нашего, что атмосфера групповая, она очень важна. Когда много людей разных, они все привносят свои идеи и свой стиль обучения. Вот, и потом я занималась в одном проекте, где преподаватели друг друга обучали. Мы тоже пытались, там, учили учебник expert proficiency, да, и пытались друг другу преподавать, вот, но там мне не хватало структуры. И потом как-то вот я нашла ваш вебинар и и все. Угу. Все сложилось, да. Да, что стало решающим фактором в пользу того, чтобы пойти к нам на курс? Качество, о котором все знают. Да, такой подход фундаментальный, и видно, что с любовью к своему делу все продумано. Это действительно очень ценно, и мы получили это на курсе. Угу. Угу. Вот, оглянувшись на эти восемь месяцев, а что для вас самым сложным было, самым трудным? Угу. Угу. Я знаю, что для меня было самым трудным, это преодолеть свои собственные страхи, может быть, это можно назвать, но, наверное, какое-то неадекватное оценивание себя, где ты себя недооцениваешь чаще, может быть, переоцениваешь в чем-то, но объективно вообще на себя задвинуть не получается. Именно поверить в свои силы было тяжелее всего. Угу. Угу. Но, и ощущение, что ты как-то тут, может быть, на свои сани лезешь, не знаю. Угу. Но это быстро ушло, потому что преподаватели, группа, это дает такую мощную поддержку и веру в себя, что ты потом уже начинаешь просто получать удовольствие от обучения. Угу. Мне, вот я даже затрудняюсь сказать, что у меня было самое сложное. Угу. Угу. Ну, наверное, работать дисциплинированно каждый день. Вот это не получалось, мотивация скакала. Да. То есть когда-то я могла и по 7 часов в день заниматься, а когда-то, несколько дней ничего не делать. Угу. со своими коллегами у многих так было мне кажется нормально я думаю что да потому что мы все живые люди и у нас все все меняется а что что помогло вот дойти до конца дойти до экзамена приехать питер ну оксана живет но тем не менее все равно зарегистрироваться на экзамен это такой серьезный шаг то я зарегистрировалась после мотивационного видео мартовского совсем не зря что помогло дойти до конца ну во-первых поддержка нашего куратора тимбеда наташи наташи потаповой да она очень сильно поддерживала нас причем находила такие слова которые прямо в самое сердце где-то подбадривала где-то успокаивала где-то не знаю вот она чувствует людей это очень здорово и сама атмосфера то что ты не один ты работаешь вот мы работали в паре с оксаной я не могла ее подвести ну вот как бы я не дошла до конца на самом деле я не могу сказать что мне было сложно дойти до конца я просто это время пролетело эти восемь месяцев мы вроде бы только начали учиться и вот он уже экзамен и это было просто ну для меня целая новая вселенная открылась столько уникальных людей интересных я ждала этих занятий мне было очень интересно и огромное удовольствие от них получала и от общения с преподавателями и разговорные клубы с юлей это тоже поэтому я для меня даже вопросом страха какого-то что я не пойду на экзамен и когда-нибудь другой раз я понимала что это дело может быть это еще такая вот у меня гипер ответственность что если я уж решила ну как тут какая по пятна и на по пятна и нельзя нельзя вот хотя экзамен это не сама цель мы уже ближе к концу курса пришли к выводу что мы в процессе может быть даже больше получили чем а есть что-то такое чем вы особенно гордитесь за это время курса а в плане что мы сами достигли ну наверное гордитесь это я бы сказала за что я особенно благодарна это вот как оксана сказала есть нечто большее да что мы получили за курс я получила друзей я получила ой я получила вот это сообщество я получила огромную поддержку и я помню я в анкете писала что что мотивирует меня учиться мне хотелось быть сильными людьми которые сильны не только в плане языка на плане личности духовно в плане каких-то вот личных качеств и тут такая концентрация этих сильных людей но это здорово на самом деле очень здорово это это больше чем просто язык подпишись покажет но если вот вернуться прям вот языку наверное я прям очень того горжусь что я райтинг как подняла может быть и даже не подняла а вообще в принципе их приобрела потому что я не могу сказать что я вообще что-то писала до этого может быть не знаю надо уточнить что я не сдавала кембриджские экзамены и вообще никакие экзамены до этого я не сдавала и и такой у меня был сразу все или ничего да так замуж так забрился сдавать так себе и мне казалось что я вообще никогда не смогу написать за полтора часа два таких вот сочинение если по-русски говорить две письменных работы на основательных вопрос как я конечно я этим горжусь очень хорошо написал очень здорово вы у нас study buddies до называем тех кто у нас особенно подружился работал в паре издавали устную часть паре расскажите как у вас то все началось и как вы вместе работали это же всегда какая-то магия какие-то люди просто сразу привлеклась я в общем-то решила сразу воли написать я очень сильно переживала это нас люди когда мы не сразу на самом деле такой репталейшн для меня слышать мне все у меня с русским языком можно можно на наш наша аудитория да на вами таким открытием было на то что оксана мне написала и у меня еще не было стать баре я была просто очень рада и я вот сейчас удивляюсь почему я не помню почему я не сразу ответила может там не сразу увидела это сообщение вот но я очень рада что мы вместе занимались вот и я собственно во многом благодаря оксане стоп лег хотелось увидеться в живую как вы вместе работали по-разному мы изначально определили что будем хотя бы раз в неделю встречаться и в итоге мы да наверное каждую неделю мы точно встречались некоторые недели встречались даже дважды конечно какой-то прям структурированности занятиях было немного мы общались только на английском мы старались выполнять или чек-листа какие-то задания или спикинг тренировать уже ближе к данным конечно ну и просто разговаривали на английском на самые разные темы да это прям вот про к вопросу про структуру я помню первые занятия это нельзя было называть занятиями встречи милые дружеские общались на разные темы я оксана спрашивала про материнство пройдет декрет мы выучили много новых слов молочные смеси английском языке в этом сюда гуглили здесь мы не знали каких-то таких точных названий на английском но это было больше именно узнавания друг друга и общения но мне кажется это тоже очень-очень важно а где-то ближе к середине курса мы начали делать задание чек-листов в основном ресурсбук и потом уже ближе к концу тренировать спикинг опять же мы так вот начинали тренировать и снова общались это кстати самая правильная стратегия потому что конечно если строго придерживаться формата то скоро поедет крыша на самом деле это беглость и осмысленности глубина речи да и беседы она ведь развивается когда вы просто разговариваете мне кажется мы очень заполняли еще друг друга то что у нас разный подход вообще к обработке информации скажем так любой поступающей или приходящей в голову потому что он любит копать глубину и вот я бы может быть даже и не полезла словарь смотреть там какие-то выражения нет подожди как же как же будет этот файлик и благодаря ей я в общем-то как-то более основательно с гексикой да я благодаря оксане старалась вот не закапываться туда сильно потому что можно подрязнуть в этих плачах деталях видеть картину целиком вот это было важно это очень здорово давайте поговорим немножко про питер про экзамен ивент вот вчера вы вышли из экзаменационной комнаты что вы почувствовали в этот момент знаете я почувствовала я для себя тоже вчера весь вечер анализировала какое-то общее если одно впечатление взять от экзамена оно скорее позитивное потому что я почувствовала я прям вот эти задания делаю я понимаю что мой уровень языка он реально вырос за это время я смотрю на эти задания я понимаю что да это все то что раньше казалось сложным а теперь кажется не что-то непреодолимое сложное да эти задания сложные никто не спорит но я могу это выражение это выражение то у нас было и то у нас было это все то в общем-то стало более-менее на свои места и мне этот сам факт понравился даже не зависимо от результата да это это сильное осознание я вчера вот как бы это ни странно звучало я впервые осознала что я уровень и я на одной планке не такая мысль пришла что экзамен стал просто понятным раньше это было какое-то волшебство недосягаемой вершина магии я не знала с какой стороны к ней подступиться а вчера я вышла я не ну возможно там где-то ошиблась возможно что-то правильно ответила но в целом было ощущение что это очень даже решаемо то есть это это перестало быть какой-то каким-то далеким эфемерным волшебством а стал очень практичным понятным реалистичным навыкам которые ты просто готовишься и издаешь что вам из всей поездки но для оксана не поездки что из всего экзам ивента вам запомнится больше всего у меня впечатление на год вперед мне кажется мне запомнится все потому что я очень давно никуда не выезжала даже по россии для меня само ну само путешествие сама поездка а то что мы с оксаны увиделись живой не раз то что питер я раньше была здесь но я как-то по вершкам и не было во многих частях города что-то мне оксана показала что это я сама посмотрела потом кораблик разумеется просто большое такое впечатление огромное и и люди это что здесь вот так много классных людей с которыми ты живу видишься и и все на одной волне вот единомышленники это самое главное что это ключом я соглашусь и я хоть и здесь живу и для меня это тоже какой-то выход из моей рутины тем более в декрете которые хватает этой рутины я не помню когда последний раз я в центр выезжала до того как я поехала в экзаменационный центр собственно но конечно самое главное это встречи встречи с людьми встречи с преподавателями да мы видели до этого друг друга только в зуме и очень хотелось всех увидеть реальности в жизни пообщаться пообщаться уже не в формате урока это бесценно и то что мы все вместе сдавали экзамен я думаю что я не знаю это огромный плюс это большая поддержка я можно отдавать незнакомыми людьми и перерывах не было бы поддержки наших замечательных преподавателей это было бы гораздо просто сложнее и более волнутое здорово наверно последний вопрос часто так спрашивать есть ли жизнь после себе что что делать после какие планы куда дальше расти как вы бы сидели для меня вообще этот курс весь этот опыт который я получила как я уже сказала какая-то новая жизнь для меня открылась новое общество сообщества единомышленников я конечно планирую очень сильно задуматься о своем дальнейшем профессиональном развитии и приложении своих умений профессиональных я не могу сейчас конкретные какие-то планы назвать но очень хочется найти свою нишу и и работать и развиваться в ней и чтобы это было для меня именно мотивирующим потому что ну не могу сказать что работа в школе я я выгорела я бы сказала после себе себе это только начало я это я это поняла только после самого экзамена когда я вышла и я все осознала почему это только начало я думаю что возможно через год мне придет голову идея пересдать экзамен потому что нет нет идеала до стремимся лучше выше а а если из ближайших планов я бы очень хотела прокачать методическую сторону потому что у меня было очень хорошее фундаментальное лингвистическое образование и есть опыт работы десятилетие но вот именно теория методики присмотрела несколько куда-то в сторону дэлта модула в модуль 1 немножко взгляд я пока побаиваюсь я бы хотела я однозначно буду сдавать дельту мне хочется пока я немножко побаиваюсь если самого простого мне хотелось бы ближайшее лето может быть до конца года сдать и китей я думаю можно самостоятельно подготовиться издать ну просто хотя бы чтобы начать с чего-то вот плюс у меня есть курс это сол который наполовину пройден можно закончить вот это пройти возможно сейты не знаю возможно дельта но не уверена что в этом ближайший год ну вот методика да здорово я желаю вам чтобы все ваши профессиональные и личные планы мечты сбывались и реализовывались я хочу поблагодарить вас за то что вы были на этом курсе то что вы привносили свой опыт свои эмоции свои знания создавали классную атмосферу в группе это все очень очень ценно спасибо вам большое спасибо вам огромное спасибо вам большое что посмотрели нас